Игорь Кириллов Игорь Кириллов Это было 55 лет назад, 27 сентября 1957 года Игорь Кириллов Самый первый день моей работы на экране На телевизоре В телевизоре Чернобега вышел Я просто работал помощником режиссера Я жаждал быть режиссером Естественно, о какой профессии диктора даже и не думал Там тем более были одни только Вот эти замечательные женщины Вот посмотрите Это Нина Кондратова Это Валя Леонтьева Это Анечка Шилова Это Люсенька Соколова Это мои первые И самые любимые коллеги С которыми я начал работать В 57 году Прошлого века Не позапрошлого, а прошлого Не путайте, пожалуйста Да, это уже после Куликовской битвы Вот Очень милые Знаете, как их называли зрители? Ниночка Валечка Анечка Люсенька Вот Не так уж много было Зрителей, может быть, наших Но, понимаете, это было окно в мир Телевизор И для них эти женщины Это было, ну, просто, я не знаю Ну, это вот Вот как сегодня говорят Не просто звезды Это звезды По-настоящему Вот к таким женщинам я попал в коллектив Приходилось иногда импровизировать Заканчивался выпуск раньше на 5 минут, скажем И тебе делали знак такой Петь Мол, говори 5 минут А о чем я мог говорить? О политике я не мог говорить, естественно Я говорил о спорте Моем любимом Потом, значит Ну, естественно, о погоде Смотрю, уже минута остается И я твердо сказал Что завтра будет июльский Безоблачный день Будет около 30-32 градусов Ну, в общем, так пообещал Хорошо, как хорошо, как лето Спасибо, до свидания, всего доброго Ну, и вот на следующий день посмотрел От парка Горького Идет туча какая-то страшная Я сел в трамвай мой Номер 14-й ехать домой И в это время вваливается Огромная толпа девочек Фабричных Работающих на этой фабрике В промокших платьицах Даже им пройти Вот до остановки было ужасно Потому что действительно такой ливень шел И, боже мой, впервые я услышал Правду о себе Так они меня костили Вы даже не представляете Этот Кириллов наболтал Вчера, что будет жаркий день Что будет солнце Мы не взяли ни плащей, ни зонтов Ух, их мы встретили бы Люблю зажигалки Например, мне дарят Некоторые зажигалки Какая-то оригинальная зажигалка Ну и увлечений у меня особых нет Таких, кроме автомобиля Я еще до сих пор езжу с удовольствием Когда пробки наши рассасываются А иногда вынужден и в пробках стоять Что для меня мучительное Самое мучительное, что может быть Ну и даже, знаете, уже три раза заплатил штраф За превышение скорости Даже знаю, кому Одного и того же сотрудника? Ну, она мне пишет письма Я считаю, что это, наверное, молодая, красивая Такая лейтенант милиции Екатерина Андреевна Аксенова Я уже три раза заплатил ей по 300 рублей Ну, превышал-то я 20 километров всего Оттуда я знал, что там 60 километров Я думал, там тоже можно 80, понимаете Ну, как все едут А я попадал с иди В общем, у вас не переписка теперь? Вот, нет, не переписка Односторонняя связь Она мне шлет А я ей не могу Ну, я ей посылаю денежки через банк В каркас Игорь Леонидович, как вы стали телевизионным диктором? Помните свои первые шаги на телевидении и свой первый эфир? Спасибо за вопрос Как раз вот сейчас я чувствую себя примерно так же Как 27 сентября 1957 года Это в прошлом веке и веке было, сами понимаете На своем первом эфире Я работал помощником режиссера Пришел на телевидение, чтобы стать режиссером Но мне сказали главный режиссер Сергей Петрович Алексеев Что для того, чтобы стать режиссером Нужно, значит, поработать помощником режиссера Затем ассистентом режиссера Ну, а потом стать режиссером третьей категории Ну, если покажешь, то талант будет, то второй категории Если еще больше талант, то первой категории Ну, и потом, значит, если уж действительно талантлив будешь То будешь тогда режиссером-постановщиком Я говорю, сколько же лет надо? Он говорит, ну, как, ну, лет 25 Я так подсчитал, думаю, вот к 50 годам я уже могу Каким режиссером стать Ну, и стал работать помощником режиссера А через два месяца был организован конкурс дикторов И я как-то его прошел, знаете Хотя накануне мы с моей супругой очень долго обсуждали эту проблему Нужно ли мне Там одни девочки были очаровательные Нина Кондратова Валя Леонтьева Анна Шилова Люси Соколова И вот вдруг в эту женскую компанию попаду я Не мужское дело, мол Но мы посоветовались с женой, конечно И на всякий случай я выучил половину газеты «Правда наизусть» Память была хорошая Ну, репертуар литературный у меня был Проза, стихи там Под гитару даже что-то спел им, понимаете Хотя меня уже знали, уже два с половиной месяца работал помощником режиссера Говорит, ну ладно, ты это все умеешь, давай, почитай нам новости Я говорю, а вам как? По бумажке или наизусть? Пауза Ну, говорят, давай наизусть Ну и им стал наизусть пересказывать вчерашнюю газету «Правда» Но потом говорит, да ладно, а теперь по бумажке попробуй Я взял бумажку, там новости прочитал Ну, это не так сложно было, потому что, в общем, я учился в Щекинском училище, где речи придавали большое значение Умение с листа, умение быстро выучивать текст Нормально это явление было Короче говоря, это было в 16 часов Я думаю, ну, пока там оформят, недели через две, значит, меня, в общем, возьмут Очень хорошо Я выхожу из студии, вдруг на встречу идет режиссер Сергей Александрович Захаров Говорит, ты куда? Через два часа у тебя эфир Что? У меня ноги подкосились Я говорю, Сергей Александрович, я же ничего не умею Он говорит, ничего, за два часа я тебя всему научу И дальше все как в тумане По сведениям Гидромедцентра СССР Завтра днем в Мурманской области ожидается 9-14 градусов тепла В Архангельской области 11-16 В Карелии 12-17 градусов дожди В Центральном районе России 17-22 градуса В Эстонии 16-21 дождь В Латвии 19-24 грозовые дожди В Литве 21-26 дождь, гроза В Белоруссии 22-27 Внимание Внимание Говорит и показывает Москва Работают все центральные каналы телевидения Крупнейшие радиостанции России Смотрите и слушайте Москву Светом благодарной памяти Светом любви нашей Светом скорби нашей Пусть озарятся имена павших Вспомним Три года Десять месяцев И еще 18 дней Двадцать шесть миллионов Четыреста пятьдесят две тысячи жизней Унесла Великая Отечественная война Отец мой тоже был фанатом русского языка Он был военным редактором, военноизнатором, военнослужащим Был всю жизнь Но он тоже был борец за вот настоящий чистый язык Нужно обязательно очень крепко подумать И очень многое сделать для того, чтобы пропагандировать Утверждать и развивать настоящий русский литературный разговорный язык Нормальная, обыкновенная молитва Огради меня Господи, силу и честного и животворящего Твоего Христа И сохрани меня от всякого зла Отрицаю себе Тебе, сатаной, и гордыней Твоей служения И Тебе и сочетаю с ними Христи Божьего Имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Вот и все Всего лишь несколько секунд Но за это время, пока идет шапка И должны принести еще не пришедший по телетайпу текст Все спокойно У нас все хорошо, все в порядке Мы идем ко дну, но мы улыбаемся Улыбку шире ты в эфире Я не преподаю, потому что Сейчас уже приходит другое поколение И те принципы творчества и этой профессии Я не могу им передать Они их не воспринимают Они относятся к телевидению сегодня Ну, не все, конечно, слава Богу Но многие как к бизнесу А не как к искусству Поэтому здесь у нас разговора не может получиться Телевидение это не средство просто массовой информации Не просто техническое средство Передающее произведение искусства, скажем, на расстоянии А это самостоятельное, очень сложное Синтетическое искусство с большой буквы И поэтому это искусство, которое должно нести людям доброе, вечное И так далее Мой день рождения на телевидении 27 сентября Поэтому будем считать, что там все-таки Цифра более такая Приятная 55 А здесь просто Приедут родные, знакомые Кто самый близкий, так сказать Кто сочтет возможным Счастливо До свидания До новых встреч Успехов И всего самого-самого доброго вам Дорогие друзья Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому